Всем добрый вечер, это привет Андрей. Сегодня мы возвращаемся в 2009 год. С начала 2019-го самое модное увлечение в соцсетях, это выкладывает свои фотографии 2009-го года. И мы вспоминаем события, людей и всё, что было модно в 2009-м. Вы видите, у меня огромное количество журналов, записных книжек, как говорят, мерча, посвящённая группе Ранетки. У тебя была такая? Не была, но я знаю, кто это. Ты знаешь, кто это. А ты не... Тоже сталкивался. Ты фанател по Ранеткам, нет? Тоже сталкивался. Тоже сталкивался. Давайте напомним тем, кто не сталкивался. Ну что, после выхода на экраны сериала Ранетки девочки стали мега популярны. Но в 2009-м году они выступают даже на разогреве у самой Бритни Спирс, которая их выбрала, когда приезжала в Москву. Где они сейчас? Почему они распались? Всё расскажут сами. Встречаем Анна Руднева, Лера Козлова, Лена Третьякова и Женя Огурцова. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, неплохо, неплохо, девочки. Ну, как вам вообще этот весь челлендж, флешмоб и этот вызов к 2009-му году? Мы похорошели. Это первое, что бросается в глаза. И то, что мы теперь вспоминаем, да. Это была гениальная идея, чтобы посмотреть, насколько мы выросли, да? И знаете, стало как-то приятно прямо на душе, честно. Но вы так часто собираетесь или вот так? Мы вот, как бы, вчетвером ещё нюта с нами обычно. Вот мы, как бы, всегда вместе, так скажем. Кто-то делился, кто-то нет. Кто-то отделился, но в душе мы всегда вместе были. Но вот у нас сегодня два мега популярных молодых человека. Я недавно снимала сториз на твою музыку. Да. Ну, что вот вы скажете уже о тех, кто пережил это в таком же возрасте, как ребята? Я думаю, что всегда надо оставаться, в первую очередь, самим собой, людьми. И не забывать, что звёзды, они на небе, а вы люди, вы артисты. Нужно всегда быть очень человечными людьми. Ну, честно, такое, наверное, глобальное понимание, что популярность, она вот была в какой-то момент. И ты понимаешь, что вот сейчас оно есть, а завтра так раз и... Может не быть. Поэтому надо кайфовать и проживать этот момент, на самом деле. Не стесняться того, что ты популярен, а радоваться жизни, и что есть возможность путешествовать. Открывать для себя что-то новое, чему-то постоянно учиться. Открывать для себя новых людей, да? Это прекрасно, да. У нас... Слушайте, а у вас же пять вот было, да, девочек? Где пятая? Наташа не смогла присутствовать на съёмке, а она с нами также душой. Душой и всем. Ну, у вас что произошло за эти 10 лет? Давайте. Много чего. Было много разного. Смотря у кого. У нас, на самом деле, такие разные жизни. Я почти, между прочим. Я причём второй раз уже. И я второй раз. Все занимаются разным, у кого как. Я, например, после группы год мне было как-то вообще плохо. У меня начались проблемы со здоровьем, вообще всё печально. А потом, значит, я пришла к йоге. Я уже 6 лет преподаватель йоги. Вот. А сейчас я нашла профессию своей мечты. Я психолог и тренер по личностному росту. Вот. Ничего себе. Спасибо. Так. Что у тебя? У меня после ухода из группы была успешная сольная карьера. У меня был сольный альбом. После чего я решила, что сцена не моё, и мне нужно срочно выходить замуж. Я решила рожать детей. Но все мои планы, конечно, провалились. Я вернулась в Москву из Киева. И попала в группу Five Star Family, где выступала 2,5 года. Потом я решила, что сцена это не моё. И сейчас вот уже год я не выступаю, путешествую. И пока нахожусь в нереализованных своих планах. Ну, загар у тебя такой хороший. Это да, это мои путешествия. Так. Я, значит, успела родить ребёнка. У меня растёт сынок, да. Которому совсем недавно исполнилось 3 года. И мы с Леной, собственно, решили не отставать. И открыли тоже свой канал на Ютубе. И вот, собственно, этим сейчас и занимаюсь активно. У меня очень много профессий. Я педагог по вокалу. Я веду мероприятия. У меня тоже двое детей. Второй муж. Студия звукозаписи. В общем, онлайн-курс сейчас стартует, как педагог по вокалу. В общем, много-много всего интересного. Молодцы, девчонки. Всё отлично. Да. Реально. Ай, давай скажем, кто твой первый муж. Мой первый муж – актёр телесериала «Моя прекрасная няня» Паша Сердюк. Покажите нам Пашу, как он выглядел в сериале. Вы смотрели сериал «Моя прекрасная няня»? Конечно. Конечно. Давайте. Таким я его уже тоже не видела давно. Вот такой небольшой челлендж, во что превратился Паша. Давайте напомним сериал. Внимание. Для таких продвинутых детей не подходит такая двинутая няня. Папа, она нам не подходит. Ой, ты зайка моя. Да как же я не подхожу, когда я тебе ещё не спела. Ласки закрывай. Баю-бай. А почему вы не вместе, скажи, он такой прикольный и смешной? Вот поэтому, наверное, не вместе. Он прикольный и смешной. У нас вместе растёт дочка София. Ей сейчас почти 7 лет, она в этом году идёт уже в школу. Но, во всяком случае, увидеть Пашу и узнать, как он прожил эти 10 лет, у нас тоже сегодня есть шанс. Да, понятно. Поэтому встречаем Павла Павла Фердюк. АПЛОДИСМЕНТЫ Почему не с женой? Почему не с женой, Сергей? С бывшей женой. С бывшей женой. С бывшей женой. Послушай, я тебя в жизни бы не узнал вообще. Я проходил два раза мимо него по студии, сидит бородатый парень, я думаю. Это хорошо, потому что я не очень люблю, когда меня узнают. Но моя прекрасная няня, это был самый популярный ситком 2009 года. И мне кажется, вы там жили на этой съёмочной площадке, если честно. Да, бывало, что долго проводили время. А почему жену бросили, расскажите? Кто сказал, что это он меня бросил? Ну, а никто никого не бросал. Вы ему изменили, наверное? Нет, всё не так, всё не так. У нас... Ну, расскажи, куда делись волосы? Главный вопрос меня волнует. Они просто эмигрировали, вы же неужели вы не видите? Ну, в какой-то момент в моей жизни, от определённых обстоятельств, там, лет 20, 21 или 22... А он до сих пор в этом винит меня, понимаете? Нет, я никого в этом не виню. У меня просто от, там, эмоционального какого-то сбоя, видимо, в моём организме, повыпадали волосы. То есть ты бы не хотел вернуться в 2009 год? А, да, наверное, нет. Самое интересное происходит сейчас, там, не вчера, не позавчера. Интересное, что-то будет завтра и сегодня. Стас, но вы похудели с 2009 года. Похудел, потому что актёр должен следить за собой. Актёр должен... Это обязательно, это элемент профессии. Он должен быть одетым, он должен хорошо пахнуть. Потому что это обязательно, как стричь ногти, он должен быть постриженным. Я не люблю, когда актёр за собой не уважает, когда вот приходит в майке. Ничего хорошего в этом нету. Вот что хорошего? Это неуважение к зрителям. Всё начинается с молодых лет. Если человек... Я понимаю, что Чехов сказал, дурак любит учить и умный учиться. Я сейчас как... Да, ты сейчас мораль толкаешь. Да, да, да. Виктор, а вы, скажите, как вспоминаете 2009? С удовольствием. Иногда со слезами на глазах. Много чего прошло уже с тех пор. Я, наконец-то, женился. Потом, слава богу, развёлся. В общем... Всё хорошо. Для меня одно ужасно.